Друзья, всем привет! Это третий выпуск разбора работ подписчиков. Сегодня мы с вами посмотрим 5 работ. Если ты тоже хочешь получить разбор своей работы, присылай ссылку на фигму в телеграм. Все мои контакты находятся в описании. А сейчас готовьте чай с печеньками и погнали! Первую работу нам прислала Аня. Это у нас небольшой лендинг. Давайте смотреть. Начнем с шапки. Смотри, здесь у тебя три пункта меню, здесь два. Хочется добавить сюда третий. Давай посмотрим, что у тебя еще здесь есть. Вот смотри, у тебя есть блок записаться на мастер-класс. Можно пункт АНАС переместить в левую сторону, а запись на мастер-класс поставить в правой стороне. Таким образом, у тебя будет логотип, три пункта слева и три пункта справа. Будет смотреться визуально хорошо и гармонично. Сюда хочется поставить какую-то фотографию детального плана, крупную, например, вот такую же фотографию, чтобы смотрелось более гармонично и аккуратно. Непонятно вот здесь вот по поводу закруглений. То ли у тебя это овальная фотография, то ли более прямоугольная. Сейчас смотрится неаккуратно вот из-за этих углов. Я бы сделала ее полностью овальной, я бы сделала скругление не 200 пикселей, а, например, 100 пикселей и посмотрела, как это будет смотреться. Дальше блок АНАСС. Давай сразу включим сетку. Ты поставила заголовок с описанием, начиная со второй колонки. Я бы все-таки разместила ее от начала первой колонки. И фотографию можно сделать немножко крупнее. Ну, так в целом, в принципе, можно оставить на второй колонке. Это особо здесь не принципиально. Ну, смотри, получается, ты заголовок программы тоже выравнивала относительно второго блока. Здесь уже смотрится очень хаотично. Программу все-таки нужно прибивать к левому краю. Пускай ты здесь ставишь на второй колонке, здесь у тебя будет по первой. Дальше по поводу отступов. Здесь 45, здесь 50. Нужно привести к единству. И хочется сделать все-таки по сетке. Можно сразу включить сетку и поставить сейчас у тебя 20, поставить 45. И тогда все карточки будут располагаться у тебя по сетке. А также цену я бы выделила. Сейчас у тебя стоит light, можно поставить regular. Здесь отступы 40, здесь тоже 40, но можно сделать немножко поменьше. Там 24, 32 пикселя, но это особо не принципиально. Здесь расстояние 38. Нужно сделать поменьше. Сейчас кнопки у тебя разлетелись. Сделать, например, 24 пикселя. Будет смотреться визуально хорошо. Давай отключим сетку, чтобы она нам не мешала. Вот эту вот серую подложку хочется ее убрать. Либо ее, может быть, растянуть. Мне сейчас не особо нравится, как она здесь у тебя располагается. По поводу закругления я не уже сказала. Здесь фотографию нужно сделать другого качества, подобрать другую фотографию, либо найти ее в хорошем качестве, эту фотографию. Сейчас у тебя размытые фотографии. По поводу текста. Сейчас у тебя третья строка, сильно больше, чем две остальные. Текста. Ее нужно уменьшать. Так. Ты здесь использовала через Enter, переносила. Через Enter мы не переносим. Нужно делать через плагин TextProeter. Попозже я про него расскажу. Точку я бы тоже здесь не ставила, потому что это все-таки небольшое описание. Вот здесь вот тоже явно бросается в глаза, что ты выравнивала все заголовки относительно вот этого блока. Нужно прибивать к левому краю. Вот этот вот квадрат непонятно к чему он здесь у тебя относится. Видимо, это какой-то артефакт лишний. Его нужно удалить. Дальше, по поводу карточек. Я бы все-таки сделала сначала фотографию, чтобы шла, а потом по левому краю шел заголовок и кнопка подробнее. Кнопка была бы тоже по левому краю, было бы смотрелось хорошо, аккуратнее. Дальше. Мы делаем керамику на заказ и можем оформить доставку в любую точку мира. Так, букву пропустила здесь. Опять же, ты через Enter переносила, так делать нельзя. Если ты хочешь выделить, мы делаем керамику на заказ. Пускай это будет тогда как заголовок и добавить вот сюда какое-то описание. Тогда будет смотреться более гармонично этот блок. Сейчас мало текста. Хочется добавить сюда какую-то крупную типографику в виде заголовка и описания. Может быть добавить какие-то реквизиты. Дальше блок вопроса. Опять же, выравниваем по левому краю. Смотри, сейчас у тебя заголовки 24 пикселя. Они такого же размера как описание. Такого быть не должно. Описание мы делаем меньше, например, 18 пикселей. И выравниваем по ширине аккордеона. У тебя опять же перенесено через Enter. Так делать нельзя. Давай. Вот это все уберем таким образом. Вот. И будет смотреться хорошо. Можно опять же применить здесь Auto и Out. Выделяем вот эти вот три слоя. Объединяем Love Frame и нажимаем плюсик. И здесь ставим расстояние, например, 16 пикселей. И здесь это двигаем 24. Вот таким образом будет выглядеть блок. Стрелочки хочется сделать поменьше. Сейчас 45 пикселей. Можно сделать 32. Смотреться будет более аккуратно. Хочется также сделать не такими черными. Так. У тебя сейчас здесь использовано растровое изображение. Для иконок мы всегда используем SVG. Можно перейти на какие-то сторонние ресурсы. Либо просто зайти в плагины. Выбираем плагин. Икона File. Нажимаем Run. Ждем пару секунд. И вот здесь вот вбиваем Arrow. Стрелочка. Вот. У нас очень много здесь вариантов. Целых 20 страниц. Выбираем ту, которая тебе необходима. И используем. Например, вот эту вот. И вот она у тебя появляется в SVG формате. Ее можно здесь перекрашивать. Поставить серенькую и сделать. Будет смотреться хорошо. Опять же фотографии плохого качества. Нужно заменить. Пикситься. Так. Следующий блок. Записаться на мастер-класс. Вот эти вот input. Хочется сделать со скруглениями 8 пикселей. Сделать их не такими широкими. Например, 600 поставить. Я бы вообще немного перекомпоновала этот блок. Сделала бы его по левому краю. Также бы заголовок по левому краю. Смотрелось бы хорошо. Сейчас у тебя соглашение с политикой официальности потерялось. Черное очень плохо читается. Нужно его делать обязательно белым. Можно бы даже, знаешь, как сделать? Выровнять по левому краю. Дальше у тебя вышли заголовок input. Кнопка. А рядом уже шло бы соглашение. То есть у тебя бы кнопка была бы аккуратненькая. Давай сделаем ее через auto layout. 48. И вот здесь вот у тебя вышло соглашение с политикой. Сделать его поменьше. 14 пикселей. Опять же, переносила через enter. Так не делаем. И вот таким образом у тебя бы располагалось. Смотрелось бы хорошо и аккуратно. Дальше футер. Не нравится, что ты вот здесь вот выделила отдельно пункт контакты. Он у тебя не кликабельный, я так понимаю. Поэтому здесь вообще ни к чему. Можно разместить логотип. Дальше она с программы. Следующая колонка. Каталог вопросы. И потом уже контакты без подписи. И так будет понятно, что это контакты. По поводу иконок. Здесь ты использовала контурную иконку. Здесь заливные иконки. Нужно делать иконки в единой стилистике. Также хочется их сделать немножко поменьше. Чтобы они смотрелись более воздушно и аккуратно. Также у тебя здесь не хватает копирайта. И политики конфидциальности. Нужно добавить. Так в целом работа классная. Прям вообще аккуратная, чистая. Буквально там пару моментов скорректировать. Будет супер. Ты молодец. Следующую работу нам прислала Соли. Это у нас тоже небольшой лендинг. Хотя он достаточно такой приличный. Давайте смотреть. Бюро архитектуры и дизайна. Здесь у тебя межсимвольное расстояние очень большое. Letter spacing 10%. Давай поставим 2. Будет смотреться визуально аккуратней. Не нужно его так растягивать на всю ширину. Бургер я бы сделала классический. Три полоски. Возможно даже одну полоску немного покороче. Чтобы было смотрелось интересно. Контакты ты решил разместить в правой стороне. Я бы все-таки объединила его с пунктовым меню. А сюда возможно бы добавила какой-то номер телефона. Потому что по сути у тебя это такой же кликабельный пункт, как и все остальное. Как и проект, так и компания. А дальше кнопку нужно размещать под заголовком. А либо где-то вот здесь вот на фотографии. Сейчас она у тебя вверху. Такого быть не должно. Вот эту вот фотографию. Сейчас она у тебя 656. Давай посмотрим сколько у тебя получается. 980. Хочется ее сделать немножко покрупнее. Либо вообще сюда заменить фотографию. Сделать фотографию, чтобы тебе полностью была видна архитектура. Сейчас так обрезается. Немного некрасиво смотрится. В целом блок такой достаточно простой. Может быть добавить сюда какое-то описание. То есть сместить фотографию. Добавить описание. И потом уже поставить кнопочку. Возможно даже разместить ее по правой стороне. А здесь будет какое-то описание. Дальше блок нашей проекта. Мне особо нравятся вот эти вот подобранные фотографии. Я бы здесь расположила все-таки два проекта. И третий бы уже заходил за сетку. За границы контейнера. Смотрелось бы визуально более хорошо. Вот эту вот линию. Она у тебя белая. Можно ее сделать чуть светлее, чем фон. Вот например такую. Чтобы она у тебя особо не привлекала к себе внимание. Потому что это все-таки у тебя просто растеритель. Никакой смысловой нагрузки он у тебя не несет. А можно добавить также внизу буллеты. Чтобы у тебя были стрелочки и буллеты внизу. Дальше. Вот этот вот текст вообще очень плохо читается. Написан капсом. Шесть строк. Давай сделаем обычными буквами. Сделаем начертание regular. И сделаем например 40 пикселей. Опять же переносил через enter. Вот таким вот образом. И вот это вот все поднять. Вот смотри. Блок сразу стал выглядеть визуально более аккуратно. Вот здесь вот разработанных уникальных проектов. Также можно сделать в две строки. И будет смотреться вообще супер. Здесь у тебя regular 1. Поставим medium. Вот таким вот образом будет смотреться этот блок. Будет смотреться аккуратно. Так. Удостойный наград студии архитектурного дизайна. Тяжело читается. Опять же из-за того, что у тебя letter spacing 10%. Поставим 2. Сразу смотрится более визуально аккуратно. Легко воспринимается. Также эту линию я бы не делала такой черной. Чтобы она не привлекала к себе внимание. Здесь у тебя начертание medium. Давай поставим regular. Можно сделать чуть побольше, чтобы было 4 строки. И опять давай посмотрим по поводу отступов. 101. Так. Здесь 50. Здесь 100. Нужно привести к единству всех этих отступов. Чтобы было одинаковое расстояние между заголовком и основным текстом. Также хочется запросить внимание на line height. Расстояние между строк. Сейчас у тебя 170%. Достаточно много. Нужно использовать хотя бы половину. 150%. Заголовков можно вообще использовать. Там 120%. И вот этот текст поднимаем. Делаем 50 пикселей, как во всех блоках. Фотографию тоже поднимем. Фотку хочется тоже немножко заменить. Сейчас она у тебя пиксится. Плохого качества. Нужно поменять сюда фотографию. Дальше место, где встречаются с навыками. Висячие предлоги убираем. Вообще я бы сделала здесь 2 строки. Непонятно для чего 3. Вот таким вот образом. Будет смотреться хорошо. Делаем одинаковое расстояние. Вообще вот этот текст можно бы, наверное, сделать по центру. Либо же нет. Либо давай оставим его все-таки по левому краю. Можно прибить, например, к левой стороне. Сюда добавить тоже какое-то изображение. Либо все-таки, если ты хочешь делать его просто текстом, выровнять его весь текст по центру. Вот таким вот образом. Здесь опять же 120%. Letter spacing 2. Вот таким вот образом будет выглядеть этот блок. Висячие предлоги убираем через плагин TextPretter, о котором уже говорила. Ждем пару секунд. Все готово. Висячие предлоги убрались. Расстояние делаем одинаковое между блоками. Давай, кстати, посмотрим по поводу расстояния. Здесь у тебя 200. Здесь 150. Здесь 230. Здесь опять 200. Нужно привести к единству всех блоков, всех отступов. Дальше блок уникальной планировки. Смотри, вот это вот мне непонятно. Вот, допустим, если я пользователь, мне непонятно, что это такое. То есть мы в заголовке говорим о планировках. А здесь у тебя просто какой-то набор текста. Опять же, капсом сделаны. У меня в голове представление идет, что это, например, какие-то отзывы. То есть я смотрю, у меня слайдер с текстом. То есть по идее здесь должны быть отзывы. Но мы здесь говорим о планировках. А причем в тексте вообще нет никакого упоминания о планировках. То есть все-таки я бы здесь соотнесла смысл и сделала бы более понятным. Сейчас вообще непонятно, о чем идет речь. Опять же, я бы не стала делать капсом. Вообще здесь ни к чему. Можно сделать спокойно обычными буквами. Опять же, blind height делаем 150. И будет смотреться хорошо. Дальше, вот эти вот стрелочки я бы разместила ближе к bullet. Bullet у тебя сейчас 20 пикселей. Но можно оставить 20, но я бы сделала их чуть поменьше. Например, 16 либо 12, чтобы смотрелись визуально аккуратнее. Поднесла бы их чуть-чуть повыше. К тексту. Вообще очень большой блок. Он у тебя получается на два экрана почти. Я бы его немножко пересобрала, сделала более компактным. Мне хочется как-то привести к единству все заголовки. Здесь у тебя Montserrat Bolt капсом. Здесь у тебя тоже Montserrat. Здесь у тебя Robota No Medium уже начертание без капса. Здесь опять Montserrat Bolt. Здесь вообще совсем другой размер. Хочется привести к единству. Потому что это все-таки у тебя заголовок H2. Заголовок второго уровня. Нужно привести к единству всех этих заголовков. И опять же по отступам. Все нужно поправить. Дальше блок Наши услуги. Я так понимаю, что это у тебя аккордеон. Не хватает у тебя либо стрелочек, либо каких-то плюсиков, чтобы было понятно, что этот пункт раскрывается. И опять же хочется показать, как будет выглядеть раскрытый пункт. То есть у тебя есть пункт дизайн офиса. Мы раскрываем его и там какое-то описание. Хочется посмотреть, как это будет выглядеть, как ты себе это представляешь. 63 пикселя я бы все-таки сделала поменьше. Очень-очень большой блок. 1600 пикселей. Сделала бы его все-таки на один экран. Дальше блок Наши специалисты. Линию вот эту вот опять же я бы сделала не такой активной, не такой заметной. Здесь у тебя все блоки распались. Непонятно, к чему относится вот этот текст. То ли вот этот мужчина Марина Королёва, то ли это Сергей Бирюлёв. Вообще непонятно. Нужно пересобрать этот блок. Пускай даже у тебя будут какие-то крупные фотографии. Крупные фотографии. Заголовок сделаем чуть побольше. Описание. Сделаем regular, начертание. Поднимем повыше. И поставим каким-то вот таким образом. Либо даже вот посередине будет смотреться визуально хорошо. Чтобы было понятно, к чему относится описание. Также и по поводу этих блоков. Здесь я понимаю, что ты применил какую-то разную сетку. То есть ты хотела показать немного хаотичные фотографии. Но вот здесь вот Оксана Смирнова смотрится хорошо. А вот первые вот эти два блока вообще немножко распались. А здесь ты вообще решил описание поставить под фотографии. Я бы все-таки сделала с правой стороны. Дальше футер. В целом прикольное решение. Но не хватает опять же копирайта. Не хватает политики. Также у тебя наверное есть логотип. Так, а логотипа у тебя вообще нет. Все-таки наверное у компании, бюро архитектуры и дизайна должен быть какой-то логотип. Который у тебя будет и в хедере, и в футере. Таким образом нужно будет вообще пересобрать футер. Также можно применить какое-то разделение. Например, поставить логотип. Дальше поставить пункты меню. И здесь уже соцсети. Также у вас можно указать какие-то контакты. Потому что у тебя сейчас вообще нет никаких контактов. То есть непонятно ни куда звонить, ни что вообще сделать, по какому адресу находятся специалисты. Вообще нет никакой информации. Нужно доработать этот момент. Так в целом работа прикольная. Но опять же нужно поработать над фотографиями. И поработать над отступами. И вот по поводу тех моментов, которые я сказала. Так в целом работа классная и ты молодец. Следующую работу нам прислала Наталья. Это у нас тоже лендинг. Давай сразу поменяем цвет фона. Чтобы было лучше смотреть. Так. Смотри. Здесь у тебя проблема связанная с прозрачностью. Ты использовала градиент. И делала его прозрачность 8%. Так делать не нужно. Нужно ставить прозрачность 100%. И просто брать оттенок цвета. Например, серый. И тогда будет смотреться хорошо. А если ты будешь делать прозрачность. У тебя получается проблема, что у тебя лендинг становится прозрачным. То есть весь твой фон становится прозрачным. По поводу пунктов меню. Их нужно выровнять относительно логотипа. Давай сделаем это через автолейаут. Выделяем пункты меню. Выделяем логотип. И вот здесь вот выбираем плюсик. Ставим выравнивание по центру. Таким образом, пункты меню стали у тебя по центру. Изображение. Хочется подобрать другое. Сейчас оно у тебя пиксится. Нужно заменить. Либо вообще поменять на какое-то другое изображение. Здесь у тебя опять строк в описании. Ворлдс хочется все-таки переместить на четвертую строку. Просто немножечко вот так вот подвинем. И давай зайдем в плагин Texpreter. И уберем висячие предлоги. Все готово. Здесь вот тень на кнопки я бы не стала делать. Она здесь ни к чему. Если ты хочешь использовать тень, лучше все-таки ее использовать по ховерам. Расстояние между кнопками большое. 66 пикселей. Можно сделать, например, 32 пикселя. Чтобы было смотрелось как одна визуальная часть. Одна смысловая часть. Дальше вот эту вот стрелочку. Я бы сделала ее меньше. Сейчас она у тебя просто такая огроменная. Я бы сделала ее меньше. И сделала бы ее чуть-чуть серенькую. Более такую незаметную. Потому что все-таки никакого особого смысла она в себе не несет. Она просто скролл по блокам предоставляет. Дальше блок New Games on Xbox. Непонятность заголовок относится у тебя то ли к первому блоку, то ли ко второму. Смотри. У тебя вот здесь вот расстояние получается 75. А здесь 101. Хотя у тебя вот эта вот одна смысловая часть. И она должна у тебя располагаться сильно ниже. То есть расстояние между блоками должно быть у тебя больше, чем между заголовком и твоим основным контентом блоком. По поводу вот этих фотографий. Я бы не стала здесь делать обводку. Но она здесь ни к чему. Вообще полностью бы ее убрала. Так. Дальше. А здесь вот текст хочется сделать начертанием не bold, а medium, например, либо regular. Дальше хочется добавить градиент у тебя есть. Давай посмотрим, как ты его сделала. Ты делала градиент по диагонали. Я бы сделала градиент сверху вниз таким вот образом. Здесь бы сделала... Здесь вот уже можно вывести на ноль. Потому что это у тебя фотография находится на твоем большом фрейме, который уже полностью залит цветом. И здесь сделала бы 100%. И может быть даже немножко вот так вот сместила. И таким образом у тебя фотография будет хорошо читаться и текст на ней будет хорошо читаться. Текст бы также я немножко сместила к низу. Сейчас у меня этот шрифт не установлен, я не могу его переместить. Кнопочка у тебя здесь let's play другая. Здесь ты используешь обводкой. А здесь у тебя просто кнопка в виде линка, в виде ссылки. Нужно привести к единству. Я бы вообще, знаешь, как сделала? Я бы разместила текст по левому краю. То есть я бы сделала отступы, например, 24 пикселя, либо немножко побольше. И весь текст сделала бы с кнопкой по левому краю. Таким образом во всех карточках текст бы был по левому краю. Дальше смотрим блок. Вот эти вот стрелочки сразу бросаются в глаза. Очень огромные, нужно их разместить ближе к друг другу и сделать более аккуратными. Также мне нравятся вот эти вот вырванные кусочки на фоне. Я бы все-таки здесь сделала прямой. Обычный ректенгл залитый, обычный фон. Либо подобрала вообще какой-то другой фон. Нужно подумать насчет этого момента. Здесь текст. Ну, в принципе, здесь в целом окей. Но не хватает какого-то заголовка, чтобы было понятно, к чему относится этот текст. Дальше футер. Логотип. У тебя вот здесь вот используется хороший логотип. Я бы здесь поставила тоже логотип зеленый. Он делал бы такую инверсию. Смотрелось бы визуально хорошо и делала бы его не таким огромным. Можно, например, поставить логотип. Дальше поставить пункты меню. Можно даже их разместить в две колонки. То есть 3 и 2. И разместить какие-то контакты, разместить копирайты и пользоваться в соглашении. Также вот эту вот линию я бы не делала такую явную. Я бы сделала просто оттенок какой-то вот такой вот светлый. Чтобы он не привлекал к себе внимание. Потому что никакой смысловой нагрузки он здесь не несет. Также вот эту тему нужно убрать. И сделать этот фон по границам. Давай, кстати, посмотрим по сетке. 1440, 135, 20. В целом окей. Можно все-таки к какому-то единству прийти. А 1440 можно сделать по 100 пикселей с каждой стороны. А не по 135. В целом такая классная работа. Яркая. Немного ее доработать и будет хорошо. Возможно добавить еще какие-то блоки. Если ты в шапке сообщаешь, что у тебя будет блок люди, блок поддержка, значит он у тебя должен быть. Сейчас у тебя этих блоков не хватает. Нужно их дорисовать. В целом работа прикольная. Ты молодец. Следующую работу нам прислал Святослав. Это у нас тоже лендинг. Посвящен на тему коворкинга. Давайте смотреть. По поводу заголовков. Смотри. Сейчас у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 заголовков. Имеют размер 120 пикселей. То есть по сути это заголовок H1. Такого быть не должно. Должен быть 1 заголовок H1. Все остальные заголовки. Заголовки 2 уровня. Заголовки H2. То есть 80 пикселей. Также вот здесь вот Liberty and Work и Coworking я бы сделала H1. H1. То есть 120. А Невский проспект делала бы уже поменьше. Дальше смотри по поводу пунктов меню. Офис. Непонятно почему он у тебя отлетел. Можно его пододвинуть к остальным пунктам меню. Разместить по правому краю. И наверное даже выровнять относительно логотипа. Чтобы они размещались по центру. Давай. Выделим все это. Объединим во Frame. Далее зайдем в Auto Layout. Сделаем расстояние например 40 пикселей. Или давай сделаем побольше. Потому что теперь сейчас расстояние позволяет. Сидят 4. И выровняем их относительно логотипа. Логотип можно поставить также по левому краю. Выровняем через Auto Layout. Также сделаем посередине. Таким образом ты сможешь поднять фотографию. И хедер у тебя станет меньше. 90 пикселей. А сейчас у тебя очень большое расстояние. Там около 150 пикселей. Это много. Для одноуровневого меню достаточно много. Дальше поехали второй блок. По поводу заголовков уже сказала. Это должен быть заголовок второго уровня. То есть 80 пикселей. Слово террасы я бы разместила на третью строку. Таким вот образом. Расстояние у тебя позволяет. Непонятно для чего отделить. И такой маленький текст разносить на 4 строки. Санкт-Петербург выглядит у тебя как кнопка. Непонятно что ты здесь имел ввиду. Но если у тебя это не кнопка. Не нужно вводить пользователей в заблуждение. Потому что сейчас это смотрится как будто это кликабельная кнопка. Дальше поехали блок Liberty Work. Вот эти вот все разделители Defender. Хочется их сделать светлыми. Чтобы он был не серый. Чтобы был какой-то оттенок бежевого. Только немножко темнее. Чтобы не привлекал к тебе так внимание. Здесь у тебя описание слиплось. Я бы все-таки разместила его на всю ширину. Это описание тоже бы сделала вот здесь вот рядом. Заголовок вот этот может сделать чуть побольше. Можно даже вот таким вот образом. Немножко все это приподнять. И сюда не хватает каких-то фотографий. Потому что сейчас у тебя всего лишь одна фотография. Это достаточно мало. Вообще не понятно что ты здесь имел ввиду. Нужно добавить какие-то крупные фотографии. Может быть даже как-то они будут хаотично у тебя здесь расположены. Также хочется обратить внимание на шрифт. Здесь ты используешь антикву. То есть шрифт с засечками. В описании и в заголовках. В описании и в кнопках такого быть не должно. Нужно использовать гротеск. То есть шрифт без засечек. Чтобы он хорошо читался и был понятен. Дальше блок пространства. У них сочетаются вот эти вот цвета. Серый, бежевый. Я бы сделала вот этот вот серый белым. Либо каким-нибудь оттенком. То есть вот какой-нибудь вот такой оттенок. Тогда бы смотрелось хорошо. Висячие предлоги убираем. По поводу этого уже говорила. Стрелочку разместила бы по правой стороне. Здесь у тебя отступы. Визуально кажется, что они у тебя одинаковые. Хотя у тебя вот это вот одна смысловая часть. То есть нужно вот это вот объединить. И разместить вот таким вот образом посередине. Тогда будет смотреться хорошо. Опять же шрифт с засечками. И меняем на обычный гротеск. То же самое. Вот это вот решение мне очень нравится. Я бы все-таки как-то это переделала. Сделала бы вот эту вот линию не такую активную. И возможно бы разместила ее посередине. Дальше тогда посмотрим по поводу кнопок. Очень маленькое расстояние 10 пикселей. Здесь у тебя вот еще есть кнопки. 183. 183. Тут наверное тоже. Да, тоже 183. Ты делал все кнопки одинаковые по ширине. Но такого быть не должно. У тебя все кнопки должны быть разные. Потому что текст у них разный. Можно сделать это через автолоял. Заходим. Объединяем два слоя и заходим сюда вот в плюсик. Делаем например 16. И по бокам 48. Вот получается такая аккуратная красивая кнопочка. Также мне нравится, что у тебя здесь обводка. Я бы ее брала. Сделала бы например черные кнопки. И с белым текстом. Смотрелось бы хорошо. Был бы визуально более гармонично и аккуратно. Если ты уж хочешь использовать такие вот красные оттенки. в протяжении твоего лендинга. Тогда сделай красную кнопку с белым шрифтом. Но сделать его не таким ядерным. Вот например вот такой вот взять оттенок. И будет смотреть хорошо. Не нужно делать такой прям ярко-ядовитый красный. Дальше блок почему к нам. Опять же нужно подумать по поводу отступов. Здесь у тебя вообще огромные отступы. Здесь 199. Здесь 200. Здесь опять 200. Нужно привести в единство. Потому что сейчас у тебя везде разные отступы. Почему к нам. Непонятно что ты имел ввиду. Если это аккордеон. То он у тебя должен раскрываться. То есть должны быть стрелочки. Либо какие-то плюсики. Чтобы пользователь у нас понимал. Что этот блок который будет раскрываться. Также нужно показать активный пункт. То есть раскрытый. По поводу кнопок уже сказала. Можно сделать вот такие вот красные кнопочки. Сюда вот не хватает какого-то элемента. Сюда либо добавить какое-то изображение. Либо возможно какую-то форму для связи. Чтобы у тебя вот здесь была не кнопка. А разместить вот сюда вот форму. Либо сделать уже весь блок. Все-таки на всю ширину экрана. Дальше блок гибкие тарифы. Смотри блок гибкие тарифы. То есть по идее человек должен. Увидеть здесь какие-то цены. Сейчас у тебя никаких цен нет. Не нужно как бы вводить в замышление пользователя. Если ты говоришь что у тебя будут тарифы. Тогда нужно говорить о тарифах. А сейчас у тебя просто идут какие-то преимущества. Также по поводу текстов. Если ты делаешь его как заголовок. Нужно добавить его везде. Смотрится сейчас очень хаотично. Я бы сделала вот эту часть. Все-таки сместила к фотографии. Вот таким вот образом. Потому что сейчас непонятно. Почему у тебя идет такое деление. В целом. Также поменять шрифт. Сделать расстояние побольше. 4 пикселя очень мало. Здесь можно поставить спокойно 12. Либо даже 16 пикселей. Вот эти вот буллеты можно сделать меньше. Чтобы не бросались в глаза так сильно. Вот раз таким вот образом. И сделать вот например 3 строки. Сделать 18. Сделать например Open Sans. Сделать 150. Либо дверь чуть поменьше 140. Вот таким вот образом. Убрать висячие предлоги. Будет смотреться визуально хорошо. По поводу кнопки сказала. Дальше карта зон. Не хватает контента. Просто у тебя стоит логотип. Либо карты нужно добавить какое-то описание. Например. Как пользоваться этой картой. Либо вообще какую-то информацию. Какие-то может быть. Возможно какие-то контакты. И кнопку. Также она у тебя оторвана. Ее бы разместить где-нибудь вот сюда. Если у тебя здесь не будет никакого описания. Сейчас непонятно. где она вообще находится. К чему она относится. Оставить заявку. Здесь тоже самое с текстом. Он у тебя просто лежит на первом. Нужно его изменить. И поставить вот например вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И изменить на гротеск. Форму также можно пододвинуть. И сделать вот таким вот образом. Маску нужно использовать стандартную. Не просто 9.9. А обычную стандартную маску. Которая начинается там через плюс 7. Икс. 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 Кликнет. У тебя на эту кнопку. И уже выберет свою дату. Сейчас непонятно. Дата брони 0,1, 12. Хотя он еще не выбирал. И не хватает кнопки. Кнопка потерялась. То есть мы заполнили форму. А кнопки нет. Дальше блок контакты. Ну тут в целом хочется сделать какую-то крупную фотографию. Может вот эти вот контакты разместить по левой стороне. Добавить какие-то иконки. Как-то вот этот блок пустовато смотрится. Дальше футер. Тоже самое. Иконки хочется немного изменить. Вот эта вот иконка прикольная. Эти иконки хочется подобрать какие-то другие, чтобы они были в такой единой стилистике. Здесь вот в ВКонтакте какие-то засечки используются, а здесь более такие прямые элементы. И вот эта вот стрелочка. Также хочется видеть контурной, а не заливной. Не хватает политик конфиденциальности, не хватает копирайта. Так в целом работа прикольная, но нужно её конкретно доработать. Вот этот блок особый, но он прям пустой. И поправить моменты, которые я уже сказала. Так в целом ты молодец. И последняя работа. Её нам прислала Ольга. Это у нас тоже лендинг про недвижимость. Многостраничных сайтов у нас сегодня, к сожалению, не будет, но будем надеяться, что будет в следующий раз. Начнём с пунктов меню. С маленькой буквой пункта меню мы не пишем. Нужно делать либо капсом, либо просто заглавной буквы. Вот эта вот иконка, она немного оторвалась. Нужно делать расстояние поменьше, например, 8 пикселей и сделать её потоньше. Сейчас она у тебя очень жирная получается. Вообще-то вот эти вот пункты меню используешь одним слоем. Нужно разделить на три слоя и сделать одинаковое расстояние, чтобы у тебя не было вот здесь вот каких-то непонятных отступов. Потому что по факту у тебя этот слой не занимает 523 пикселя. У тебя граница вот этого слоя начинается от буквы Г, то есть от первого пункта меню. Логотип хочется также немножко изменить, сделать его более компактным, возможно немножко уменьшить и дескриптор эксперты в недвижимости, разместить по правой стороне. Смотреться будет аккуратнее. И тогда можно будет сделать шапку header немножко поменьше. Сейчас 95, сделает, например, 80 пикселей. Будет смотреться хорошо. Так, опять же по поводу шрифт в кнопках. Сейчас у тебя антиква стоит, той шрифт с засечками. Описание и кнопки мы делаем всегда гротеском, той шрифт без засечек нужно использовать, чтобы он хорошо читался. Обводка здесь кнопки ни к чему, ее нужно убрать. Также я бы не делала кнопку прозрачную, я бы сделала 100% заливку. Будет смотреться хорошо. Отступы. Опять же ты делала через слой, который у тебя 469 пикселей, такого быть не должно. Слой у тебя должны занимать именно ту ширину, которую он по факту занимает. И кнопку поширнее сделать побольше. Сейчас у тебя, наверное, около 16 пикселей сделать 48 либо 64. Первый экран у тебя занимает 673 пикселя. Я бы сделала его 960 пикселей, чтобы у тебя фотография была побольше и занимала весь экран. То есть весь первый экран у тебя будет занимать один экран полноценный. Дальше второй блок ОНАС. Не хочется использовать вот такие вот оранжевые шрифты. Как-то это немножко старит этот дизайн, либо немножко поменять шрифт. Давай попробуем использовать шрифт. Санк. Санкблэй. 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 Вот этот вот шрифт, он будет смотреться здесь поинтереснее. Здесь давай тоже попробуем его применить. Вот этот вот шрифт. Да, он будет смотреться здесь поинтереснее, нежели чем вот этот шрифт. Будет смотреться более современным. Здесь у тебя разные отступы. 39, 101, 71. Нужно привести к единству. Также я бы не делала такую ширину большую, 1138 пикселей, нужно сделать более компактным, не таким большим. Можно, например, поставить 24, либо даже 20 пикселей. Будет смотреться аккуратно. И сделать отступы, привести к единству. Если, например, у тебя вот эта вот одна смысловая часть, то отступы должны быть в ней меньше. Дальше уже идет вот эта вот часть, которая вверху. Дальше блок нашего награда. Я бы все таки вот эти вот логотипы удалила у них фон через сайт EraserBG и сделала бы их на черном фоне. Обводку вот эту вот я бы убрала, она здесь ни к чему. Также я бы добавила здесь отступы, потому что сейчас у тебя логотип немного сливается с границей. Также нужно удалить фон и поместить просто по центру. Будет смотреться визуально хорошо. Буллеты очень огромные. 25 пикселей очень много. Нужно сделать, например, 12. И смотреться будет тогда более визуально хорошо. Огромный отступ по 78 пикселей. Блок вообще немножко распался. Нужно сделать вот эти вот карточки немножко пошире, чтобы отступы были внутри поменьше. И тогда будет смотреться хорошо. Дальше давай посмотрим по отступам. Здесь ты использовала 39, здесь 76, здесь 31. Нужно, чтобы отступы между заголовком и твоим основным контентом были всегда одинаковые в заголовках H2 второго уровня. Следующий блок. Партнеры-застройщики. Здесь, видимо, через дефис пишется. Так, по поводу этого блока такие же замечания, как и здесь. У меня цвет фона, а логотипы нужно вырезать. Буллеты поменьше сделать. И вот эту вот всю часть преподнести к описанию. Сейчас разлетелся блок. Непонятно. Следующий блок. Апартаменты. Можно, в принципе, оставить обводку. Ну, я бы, наверное, ее убрала. Давай посмотрим по поводу Linehead. У тебя сейчас стоит авто. Сделаем его, например, 140 процентов, либо даже поменьше, 120 процентов, чтобы вот таким вот образом текст смотреться. А то получается слишком большое расстояние между словами, между строками. Следующий блок. Клубные комплексы. Здесь ты использовала начертание болт. Здесь роман. Здесь тоже роман. Нужно привести к единству все заголовки. Здесь комментарии такие же. Так, блок. Скачайте каталог недвижимости. Классный макап. Если ты его делала сама в фотошопе, это вообще прикольно. Очень классно смотрится. Мне нравится. Вот этот вот фон бежевый. Можно сделать его темным. Какой-нибудь вот такой вот оттенок. А вот это вот описание сделать светло. Все-таки бежевых оттенков у тебя здесь нигде не встречается. Вот эти будут карточки тоже сделать черными и будет смотреться визуально хорошо. Кнопка скачать каталог. Здесь у тебя черная кнопка. Здесь у тебя буллеты оранжевые. Здесь у тебя бежевая кнопка. По сути здесь должна быть наверное оранжевая кнопка. Водку также мы уберем. Текст кнопки с большой буквы. Используем гротеск. И добавить отступы. Сейчас маловато отступов. И возможно вот таким вот образом его сделать. Будет смотреться хорошо эта кнопочка. Я бы вообще не делала бы заголовки оранжевым. Сделала бы их белым. А акцентные элементы сделала бы оранжевым. То есть вот эту вот кнопку сделала бы оранжевым. Буллеты, активный буллет тоже был бы оранжевым. Вот эта вот кнопка была бы оранжевым. Тогда смотрелось бы хорошо гармонично эти блоки. Также меняем. Здесь ставим гротеск. Висячие предлоги. Так здесь уж по все окей. Я бы сделала наверное 24. Чтобы было 4 строки. Возможно добавить сюда какую-то графику. Чтобы блок не смотрелся таким пустым. Футер также хочется сделать на темном фоне. Логотип я бы разместила по левой стороне. Дальше шли в пункты меню. Вот эти вот. Потом вошли контакты. Затем уже иконки социальных сетей. Внизу копирайт и пользовательское соглашение. Кнопку опять нужно поменять. сделать черный фон и оранжевую кнопку. Иконки разные. Здесь вообще какая-то непонятная тень. Нужно это все доработать. Заголовки вот здесь вот я тоже бы не стала делать такие большие 36 пикселей. достаточно много. Непонятно к чему. И здесь у тебя 30. Здесь 36. Нужно привести к единству. Сделать например 20 пикселей. И будет смотреться хорошо. В целом работа классная. Вообще мне нравится. Доработать вот эти вот моменты, которые я озвучила. И все-таки я бы привела к темному фону. тогда бы смотрелось хорошо. Шрифт можно поменять на тот, который я упомянула. Sun Blue Sunrise. И будет смотреться хорошо. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если тоже хотите получить развод, присылайте ссылку в Telegram. До новых встреч!